Прежде чем мы отправимся на очередную станцию, хочу порекомендовать телеграм-канал «Книжный аналитик». Там вы найдете не только впечатления автора о прочитанном, но и интересные книжные подборки, а также посты о писателях. Например, о Достоевском, по произведениям которого писала свой диплом плат. Подписывайтесь и на мой канал «Анна под поездом». Я сделала набор стикеров по мотивам жизни и творчества Сильвии. Интересно будет узнать, нашли ли вы в них отсылки на ее произведение. Уважаемые пассажиры, это подкаст «Анна под поездом». Скорый поезд Сильвия Платт отправляется с первого пути. Желаем вам приятной поездки. После окончания Смита Сильвия получила стипендию в Ньюнем. Это один из двух женских колледжей Кембриджа. Она приплыла в Лондон на корабле «Королева Елизавета» в сентябре 1955 года. Платт очаровали английские сады, кривые улочки, река Кэм и королевская часовня. В ее комнате не было батарей, но был камин. Поначалу это казалось романтичным, но с наступлением холодов Платт писала в дневнике «Английская зима может меня доконать». Также Сильвия говорила, что ее пальцы синеют в плохо отапливаемой комнате. Она часто болела и с ностальгией вспоминала аппетитное меню Смита. Еда в Кембридже казалась вязкой и невкусной. Поэтому Сильвия запасалась фруктами. Она писала матери «Здесь все должно начаться сначала». Платт купила чайный сервиз, украсила комнату гравюрами и подыскивала для себя красивые предметы мебели. После месяца в Англии Сильвия объявила, что живет по-настоящему. В Кембридже Платт изучала античность, философию, этику, а также литературную критику. Она посещала лекции по 15 часов в неделю и каждое утро занималась репетитором. Сильвия теперь не так стремилась к немедленному успеху, а хотела совершенствовать себя и знания постепенно. В это время она разработала график, который позволял ей писать по два часа в день. Многие новые знакомые Платт думали, что она – большая зануда. Также ее гардероб очень выделялся на фоне нищеты послевоенной Англии. Некоторые считали ее дерзкой американкой. Один из профессоров вспоминал, что Платт носила очаровательную девичью одежду, ее волосы спускались до плеч, а прическу завершала лента в волосах. Другой знакомый говорил, что Сильвия одевалась в стиле студентки колледжа Лиги Плюща. Ее гардероб составляли джемперы, водолазки, юбки и пуловеры. Во время учебы Платт любила ездить на велосипеде. Сильвия перевезла его из США. Один из знакомых говорил, что она крутила педаль велосипеда со стервенением маленького ребенка. Однажды в Кембридж приехала Елизавета II. Сильвия обогнала королевский автомобиль на своем велосипеде, а ее плащ развивался на ветру. По мнению некоторых подруг, Платт превратила Кембридж вместо своих злоключений. Однажды конь Сэм загнал Платт на оживленный Кембриджский перекресток. Сильвия вспоминала, «Я крепко обнимала Сэма за шею, а пожилые женщины и дети с криками бежали к дверям, когда мы выезжали на тротуар». Сильвия успешно прошла прослушивание в любительский театр. Она была в восторге от роли безумной поэтессы в фарсе 18 века. Также Платт сыграла и другие роли. Зрители отмечали ее глубокий голос, который наполнял зал. Не оставляла она и писательства. Ее стихи публиковались в разных изданиях Англии и Америки. Как и в Смите, в Кембридже Платт ходила на множество свиданий. Здесь мужчин было в 10 раз больше, чем девушек. Однако она все еще переживала из-за расставания со своим парнем Ричардом. После переезда Платт они даже успели поездить по Европе, но все равно приняли решение разойтись. Ей хотелось развеяться, и поэтому 25 февраля 56 года она пошла на вечеринку в честь выхода нового литературного журнала. По ее словам, это издание отличалось бодрящим, терпким и подтянутым стилем, которым она восхищалась. Именно на этой вечеринке ее сердце навсегда занял Тед Хьюз. За день до этого Сильвия написала своей матери. «Вот бы появился тот, кто принесет горячий бульон и скажет, что любит меня». В дневнике она жаловалась. Отовсюду я слышала звонки, но звонили не мне. Звонки в дверь и розы для всех других девушек в мире. Полное отчаяние. Наш поезд прибывает на станцию Тед Хьюз. Остановка знакомства. Стоянка поезда 15 минут. Перед вечеринкой Плат выпила несколько рюмок виски. Она была весела и много танцевала. Участники вечеринки запомнили ее красные туфли. Почему-то это была редкость среди девушек Кембриджа. Впервые стихи Хьюза она прочитала в том самом новом журнале «Утром», в день вечеринки. Они произвели на нее большое впечатление, как и сам Тед. Хьюз заметил ее, а она его. На следующий день Сильвия записала в своем дневнике. «Тот большой, темноволосый, крепкий парень, единственный, кто там был достаточно крупным для меня, который склонялся над женщинами и чье имя я спросила, как только вошла в комнату. Он подошел и пристально посмотрел мне в глаза. Это был Тед Хьюз». Ее первыми словами, обращенными к нему, были «Я сделал это! Я!» отрывок из его стихотворения, которое она прочитала незадолго до вечеринки. Тед был поражен и польщен. Он спросил в ответ «Тебе нравится?» Сильвия вспоминает «Я снова начала кричать о его стихах и цитировать «Самый дорогой, не поддающийся царапанью бриллиант». А он заорал в ответ «Хочешь?» спросил меня «Не хочу ли я Брэнди?» И я закричала «Да!» и попятилась в соседнюю комнату. Они немного поговорили, а потом он вдруг наклонился и крепко поцеловал ее в губы. Застегнутая врасплох, Сильвия повернула голову и впилась зубами в его щеку. Позже она хвасталась, что когда через несколько минут Тед вышел из комнаты, по его лицу стекала кровь. Влад вспоминает «Он поцеловал меня в губы и сорвал с моих волос красивую красную ленту, которая пережила со мной много любви и солнца, и подобных которой я больше никогда не найду. И мои любимые серебряные серьги. Ах, я оставлю себе», сказал он. Два дня спустя Влад написал стихотворение «Преследование», посвященное Теду Хьюзу. В нем он представлен в образе пантеры, а в русском переводе Василия Битаки почему-то в образе леопарда. В первой строке этого стихотворения Влад приходит к выводу «Однажды он принесет мне смерть». Тед тоже очень заинтересовался Сильвией. Он жил в Лондоне, но через несколько дней вернулся в Кембридж и узнал ее адрес. Хьюз попытался разбудить Влад, бросая камни в окно, но ошибся комнатой. Сильвии все равно не было в общежитии. Когда она узнала, что он вернулся и приходил к ней, Влад написала «Огромная радость пронзила меня. Пожалуйста, пусть он приедет. Пусть он будет со мной этой английской весной. Пожалуйста, пожалуйста. И дай мне стойкости и мужества заставить его уважать меня, не набрасываться на него с истерическими воплями. Спокойно, детка. Спокойно». Через общих знакомых она передала Теду, чтобы он зашел еще. На следующий день Плат узнала, что Хьюз и его друзья снова бросали камни не в то окно. Их вторая встреча все равно произошла, и они начали встречаться. Сильвия считала, что пребывание в психиатрической клинике подготовило ее к новой жизни. Все, что она пережила, было приближением к встрече с Тедом. Он был для нее наградой за ожидания. Кстати, сцена бросания камней в окно Плат показана в фильме «Сильвия» 2003 года. Главные роли в нем исполнили Гвинет Белтру и Дэниел Крейг. Последний, мой взгляд, не очень подходит на роль Хьюза. У актера совсем другой физический типаж. Да и правильнее было бы назвать фильм «Сильвия и Тед», так как картина начинается с их знакомства и не рассказывает о жизни Плат до этого момента. Возможно, создателям нужно было уделить больше внимания ее творчеству. Плат в фильме показана как ревнивая жена. Да, она действительно была такой. Но так же она была и поэтом. Однако мне понравилась стилистика фильма. Она полностью отражает эпоху. Также есть много удачных визуальных метафор. Не все, но многое сходится с событиями жизни Плат, описанными в ее дневниках. Например, сцена знакомства с Хьюзом. Один из конфликтов фильма, завязан на невозможности Плат совмещать роль идеальной жены и матери с творчеством и самовыражением. Дочь Платы Хьюза, Фрида, раскритиковала картину, написав стихотворение. Вот его дословный перевод. «Они думают, что мне должно понравиться, что она снова вернулась. Они думают, я должна передать им слова моей матери, чтобы они вложили их в уста монстра, их куклы-самоубийцы Сильвии. Предлагаю вам поделиться мнением о фильме в комментариях». Но как же развивались отношения Теда и Сильвии не на экране, а в реальной жизни? Теду Хьюзу на момент их знакомства было 25 лет. Он старше Сильвии на 2 года. У Теда были широкие плечи, выдающаяся линия челюсти и тонкие губы. Плат нравилось, что Хьюз высокий, ведь с ним она могла носить каблуки и не чувствовать себя неловко. Кстати, фамилия Хьюз созвучна с английским прилагательным huge – огромный, крупный. Тед родился в 1930 году в западном Йоркшире. Это сельская и живописная местность. Ее пейзажи прославились благодаря роману Эмили Бронте «Грозовой перевал». Мать Теда, Эдит, была портнихой, а отец, Уильям, Столяром. Позже родители Хьюза содержали табачную лавку. С детства Тед любил природу и животных. Уже в 15 лет он начал писать рассказы и стихи. У Хьюза был старший брат Джеральд и сестра Олвин. Она очень недолюбливала Плат. Впрочем, по воспоминаниям Сильвии, сестра Хьюза плохо относилась ко всем, кто отбирал у нее Теда. Дочь Плат, Фрида, согласилась с таким описанием тети, поскольку наблюдала такое же поведение по отношению к себе. Хьюз два года служил в армии механиком радиосвязи. По его признанию, в это время ему нечего было делать, кроме как читать и перечитывать Шекспира и наблюдать, как растет трава. После службы Тед поступил в Кембридж. Там он изучал английский, но потом заинтересовался археологией и антропологией и перевелся на этот факультет. После окончания университета Тед сменил множество профессий. Он работал садовником, ночным сторожем. Наконец, в год знакомства с Плат он устроился чтецом в Би-Би-Си. Однако, прежде всего, сам Хьюз считал себя поэтом. Его называли одним из величайших авторов своего поколения. Он считал, что только часть мозга воспринимает стихи, если их не читают вслух. Насколько мне известно, на русском языке издали лишь одну книгу его стихов. Это сборник Ворон, выпущенный в 2020 году, но и сейчас его не найти в магазинах. Интересно, что в песне собаки Егор Летов делает отсылку на стихотворение Хьюза. Музыкант рассказывал. Песня была написана во время блока новостей, где сообщалось о войне в Ираке. Происходящее было настолько символично, что песня возникла мгновенно. Ключевой фразой явилась всплывшая в памяти цитата из песни «Бытия» Теда Хьюза. Но кулаков не стало. Но рук не стало. Но ног не стало. Чуть он пошатнулся. Пришел запоздалый ответ. Собаки рвали его на части. Он был картонным зайцем на игровом поле, а жизнью владели собаки. В основном Хьюза вдохновляли животные, природа и мифология. Однако у него есть множество автобиографических произведений. Среди них сборник «Письма ко дню рождения», полностью посвященный плат и их отношениям. Хьюз издал его за несколько месяцев до своей смерти в 1998 году. У Теда был красивый тембр голоса, живой ум и интересный характер. Это привлекало многих женщин. В годы учебы Хьюз был известен как самый большой соблазнитель в Кембридже. Также у него были разнообразные интересы. От охоты и рыбалки до астрологии и спиритических сеансов. Он считал себя деревенским парнем с болот, поэтому поначалу испытывал трепет перед утонченной Сильвией. Как и многие молодые англичане в то время, он считал, что все американцы богаты. Однажды Тед сказал в интервью, «Она была не только собой. Она была Америкой и американской литературой вживую». Надо сказать, что сам Тед одевался довольно неряшливо. Плат будет не раз отмечать это в своих дневниках. Он любил черную одежду и даже сам красил вельветовые брюки и пиджаки в этот цвет. Многие вспоминают, что Хьюз настолько лояльно относился к внешнему виду, что часто складывал только что пойманную рыбу прямо в карманы куртки. В начале их отношений Сильвия говорила, что Тед побуждает ее думать, писать и рисовать. Их общим хобби был скетчинг – создание набросков. Также Плат отмечала, что Хьюз заполнял часть ее души, которая все еще отысковала по отцу. Похоже, понимая опасность таких сильных чувств, Сильвия написала матери, «За последние два месяца я ужасно влюбилась, что может привести только к большой боли». Тем не менее, через четыре месяца после знакомства они обручились. Сильвия первая сделала предложение. Когда позже Хьюза спросили, почему он согласился на такой спонтанный шаг, он ответил, «Потому что она попросила меня». Как-то Хьюз сказал в частной беседе, «Мы были два молодых идиота, которые совершенно бездумно бросились в объятия друг друга». Спонсорша обучения Плат в колледже Смит, писательница Алиф Хиггин Спраути, по-прежнему присутствовала в жизни Сильвии. После встречи с Хьюзом, Плат призналась ей, что любовный интерес к Теду ломает людей и вещи, но она намерена выйти за него замуж. Миссис Праути написала в ответ, «Вы же не верите, что черты характера, которые вы описываете как недоброжелательность, грубость и, кажется вы сказали, жестокость, можно навсегда изменить в мужчине 26 лет?» Наверное, Плат верила. Остановка семейная жизнь. Стоянка поезда 15 минут. Сильвия и Тед поженились в Лондоне 16 июня 1956 года. В этот день отмечается Блумсдей – праздник памяти ирландского писателя Джеймса Джойса. Дело в том, что действие его романа «Улисс» разворачивается в течение этого июньского дня. Сам Джойс 16 июня расстался со своей возлюбленной, поэтому выбор этой даты для свадьбы довольно необычен. Во время церемонии шел дождь, и Сильвия плакала от счастья. Широкого празднования пара решила не устраивать. Да и гостья была одна – мама Плат. В сборнике «Письма домой» Аурелия описывает свадьбу дочери. К моему полному удивлению, я оказалась единственной присутствовавшей на тайной свадьбе Сильвии и Теда. Почему тайной? Сильвия думала, что открыто объявив о своем браке с Тедом, она может лишиться стипендии, по которой поступила в Кембридж, поскольку считала, что эта награда предназначена для одиноких студентов. Позже Плат выяснила, что это было не так. Свадебное платье Сильвии было неформальным – розовым. Оно послужило вдохновением для стихотворения Теда Хьюза «Розовое шерстяное вязаное платье». Вот его дословный перевод. В розовом шерстяном вязаном платье, прежде чем что-нибудь испачкалось, ты стояла у алтаря. Блумсдей. Дождь. Только что купленный зонт был единственной моей вещью новее трех лет. Мой галстук, однотонный как ветеран королевских ВВС, был лишь изношенным символом галстука. Мой вельветовый пиджак, трижды выкрашенный в черный цвет, измученный, просто висел сам на себе. Вместе с розовым платьем Сильвия надела ленту для волос в цвет и несла в руках розовую розу. Спустя полгода после свадьбы Плот писала в дневнике «А я замужем за поэтом. Мы собрались в церкви, не имея ничего кроме любви, надежды и самих себя. Тед в своем старом черном вельветовом пиджаке. И я в розовом шерстяном платье, подаренном мамой». Розовая роза и черный галстук. Пустая церковь в водянистом желто-сером свете дождливого Лондона. Снаружи толпа толстоногих матерей в твидовых пальто и бледных бормочущих детей, ожидающих автобуса, который отвезет их от церкви на прогулку в зоопарк. Странно, но Тед сообщил своей семье о свадьбе только через месяц после нее. Поэтому никто из его родственников не присутствовал на торжестве. Еще страннее то, что молодожены пригласили маму Сильвии сопровождать их в течение первой недели медового месяца в Париже. После Франции пара провела шесть недель в Испании. Уже один на один. Там Тед, который не мылся две недели, обнаружил, что в их номере есть душ и принял его впервые в жизни. До этого он всегда мылся в ванной. Почему Хью сразу не сообщил о свадьбе родителям или сестре, которой он очень доверял, остается загадкой. Никто, и уж тем более друзья Теда из Кембриджа, не ожидали, что он женится. Размеренная семейная жизнь не вязалась с его образом. Родителям он написал, что им не нужно волноваться, потому что Сильвия не только хорошо готовит, но и отлично распоряжается деньгами и зарабатывает больше, чем он. Но также он определенно ее любил. Когда Тед уезжал на несколько дней в Лондон, а она оставалась в Кембридже, они обменивались письмами. Он писал, что скучает по Сильвии и без нее чувствует себя инвалидом, потому что потерял половину себя. Он ходил как странный зверь, его даже остановила полиция, потому что он выглядел подозрительно. Однажды Хьюс отправил плат любовное стихотворение. В нем была строчка о птице, собирающей в одной ноте мир в своем горле. Интересно, что через пару лет после написания этого стихотворения Сильвия пыталась спасти умирающую птицу. В течение недели она ухаживала за ней днем и ночью. Наконец, Тед решил пустить газ, чтобы избавить птицу от страданий. Сильвия написала, что в смерти она выглядела собранной, совершенной и прекрасной. Как известно, плата травилась газом, поэтому эта история выглядит мистически. Почти сразу Сильвия и Тед столкнулись с трудностями в быту и разными ожиданиями от супружеской жизни. Это касалось у кулинарных пристрастий. Тед предпочитал простую еду. Сильвия же, напротив, стала настоящей домохозяйкой из 50-х годов. Она с удовольствием готовила сложные блюда по рецептам из книги «Радость кулинарии» и делала десерт из безе. Как и во все остальное, Сильвия вкладывала всю энергию в их отношения. Иногда она возмущалась, что ей приходится готовить, заниматься домашним хозяйством, закупать продукты и при этом еще пытаться выкроить время для писательства. Она вновь изнемогала от стремления к совершенству и страдала от бессонницы. Плат писал о себе в дневнике строгие наставления, чтобы не сбавлять темп. «Работа искупает. Работа спасает». Это отсылка к надписи на воротах Освенсима. Сильвию, которую интересовало ее немецкое происхождение, включала тему Холокоста и в свою поэзию. Плат не возражала против низких стандартов чистоты Теда, но обратила внимание на его внешний вид. В одном из писем она говорит, что нашла дантиста с американским образованием, который спас род Теда. Еще она хотела, чтобы он покупал вещи на заказ. Сильвия также возмущалась тем, что Тед считал моду поверхностной. Он настаивал на том, чтобы она покупала одежду только на скидках и постоянно сокращала расходы на быт. Через некоторое время ее стали беспокоить мелочи в нем. Она писала о Хьюзе, как о сварливом, грубом, ковыряющемся в носу с немытыми неухоженными волосами. Но продолжала. «Я закрываю глаза на грязные волосы, обломанные ногти. Он гений. Я его жена». Своему брату Уоррену Сильвия писала, что Тед – единственный мужчина в мире, который ей подходит. Также Платт говорила, «Жить с ним – все равно, что слушать бесконечную историю. У него самый большой ум и богатое воображение из всех, что я когда-либо встречала». Тед, в свою очередь, писал о том, что Сильвия странным образом сочетает в себе ярость и ранимость. В 1957 году Сильвия закончила Кембридж, и пара уехала в США на два года. Сильвии предложили преподавать английский язык в ее альма-матер – колледже Смит. Теда же взяли преподавателем Массачусетский университет. Они снимали небольшую мансардную квартиру. Однако Сильвия быстро поняла, что ей не нравится работать в колледже, В том же году американское издательство приняло к публикации книгу стихов Теда «Ястреб под дождем». Сильвия посоветовала ему подать сборник на писательский конкурс. Он занял первое место. Платт одновременно работала секретарем и литературным агентом Хьюза. Она перепечатывала на машинке его рукописи и готовила их к публикации. Взамен Тед составлял список тем, которые, по его мнению, должны были стать темами поэзии Сильвии и поручил ей написать по стихотворению на каждую из них. В конце учебного года Сильвии и Теду предложили возобновить контракты на преподавание. А Урелия Платт была потрясена, когда они оба отказались от этого в пользу писательства на фрилансе. Тед получил грант, который облегчил их финансовое положение. Кроме того, он выигрывал множество других наград и публиковал стихи в журналах. В последний рабочий день в колледже Сильвия попросила Теда встретиться с ней после занятий, чтобы вместе отпраздновать завершение преподавательской карьеры. Он не пришел. Позже она заметила его идущим со студенткой. Сильвия была в ярости. Хотя Тед утверждал, что все было невинно и они просто разговаривали о поэзии. В ходе перепалки Платт бросила в него стакан с водой, но он отрикошетил и ударил ее по голове. Во время другой ссоры Сильвия вывихнула большой палец, а Теда поцарапала до крови. Платт с литературным преувеличением описывала зажигательные битвы, в которых она оказывалась с вывихнутыми большими пальцами, а Тед без мочек ушей. Затем супруги приехали в Бостон. Тед отказался искать другую работу. Он был уверен, что его литературная деятельность позволит ему держаться на плаву. Сильвия же устроилась в психиатрическую клинику секретарем. В ней она недолго пробыла после своего срыва летом 53-го. На работе она, помимо прочего, расшифровывала сны пациентов. Доступ к этим записям успокаивал Сильвию, поскольку она понимала, что и другие люди переживают похожие трудности. Под впечатлением от этого опыта она написала один из своих лучших рассказов – Джонни Паника и Библия сновидений. Главная героиня работает в психиатрической клинике и втайне собирает сны пациентов. Она записывает их в специальную Библию сновидений. Героини считают, что через сны можно понять суть человека и даже управлять им. Джонни Паника – бог сновидений, идеал, к которому она стремится. Позже героиня начинает отождествлять себя с пациентами, видя в их снах отражение своих страхов и желаний. Граница между наблюдателем и участником, лечащим и больным стирается. После переезда в США Сильвия начала проявлять враждебность к матери в стихах. Она вновь стала впадать в депрессивные эпизоды и часто болеть. В Америке пара нередко приглашала домой коллег-писателей, но многие из них даже не подозревали, что Сильвия тоже писала стихи. В их паре Тед был восходящей звездой. Также сам Хьюз скорее относился к ней как к домохозяйке. Например, он ругал ее при посторонних за недостающие пуговицы на его одежде. Сильвия тайно договорилась о встречах со своим американским психотерапевтом. Специалист начал помогать ей разбираться в противоречивых чувствах к матери, любви, жалости и обиде. Разбирали они и ее отношения с отцом. Плат поняла, что отчасти ее стремление к совершенству было вызвано давлением, которое она испытывала, не делая того, чего хотят все ее беловолосые старушки. Плат имела в виду свою покровительницу Праути и подруг ее матери. Сильвия также устроилась на неполный рабочий день секретарем в Гарвард. Кроме того, Плат начала посещать в Бостонском университете поэтический семинар. Его руководителем был молодой поэт Роберт Лоуэлл, один из главных авторов тогда нового жанра исповедальной поэзии. Сильвия привлекло его творчество отчасти потому, что он открыто писал о своих душевных срывах и лечении в психиатрической больнице. В исповедальной поэзии автор говорит от первого лица, а главная тема стихов этого жанра – детальное описание своих переживаний без прикрас. На занятиях Лоуэлла Сильвия познакомилась с Энн Сэкстон – бойкой, привлекательной и модной домохозяйкой из пригорода, которая позже стала известным поэтом. Сильвия обнаружила, что ей близки темы поэзии Роберта и Энн, чего она не могла сказать о творчестве Теда, который в то время писал в основном о природе и пытался направить Сильвию в свое стилистическое русло. После занятий Сильвия и Энн иногда ходили пить мартини и бесконечно говорили о поэзии. Энн Сэкстон часто писала о своем материнстве с точки зрения родительницы, пережившей нервный срыв. По словам Платт, ее стихи были сделаны мастерски и обладали психологической глубиной. Иногда Платт и Сэкстон обсуждали тему добровольного ухода из жизни. Энн осуществила это через 11 лет после гибели Сильвии. Один из эпизодов подкаста я бы хотела посвятить Энн Сэкстон. Напишите, если вам было бы интересно узнать о ней. Но вернемся к Теду и Сильвии. В декабре 59 года пара вновь переехала в Лондон. Там они сняли квартиру. Вскоре после этого в Англии приняли к публикации сборник Сильвии «Колосс» и другие стихи. Заглавное стихотворение посвящено отцу Платт. В нем Сильвия описывает спиритические сеансы, с помощью которых она пыталась связаться с отцом. Но поскольку сборник не получил ни одной премии, а также не был куплен издательствами в США, она понимала, что много денег на книги не заработать. Остановка рождения детей и проблемы в браке. Стоянка поезда 10 минут. 1 апреля 1960 года Сильвия родила дочь Фриду. Она назвала ее в честь своей тети, сестры отца. Фриду родилась голубоглазой и круглолицей. Во время беременности Сильвия много работала и испытывала постоянное моральное истощение. Сильвия рожала дома, а Тед был рядом. Он сравнил процесс рождения с движением грузовика задним ходом на крутом повороте в узком переулке, полном припаркованных машин. Тед подготавливал Платт к родам. Он гипнотизировал жену и научил ее входить в это состояние самостоятельно. Сильвия решила родить ребенка дома с помощью акушерки. Дело в том, что было уже слишком поздно регистрироваться в больнице. Ее могли принять через неотложную помощь, но Сильвия предпочитала все планировать заранее. Рожать дома ей разрешил врач, который пообещал приехать в случае осложнений. Сильвия писала потом, что никогда в жизни не была так счастлива. Мало кто знает, что Платт писала для детей. В 59 году она написала три детских рассказа, но опубликованы они были только после ее гибели. И в детских книгах она смогла применить свою способность создавать яркие образы. Она написала их еще до рождения собственных детей. Самые известные произведения Сильвии Платт для юных читателей – рассказ о кроватях, которые могут путешествовать, летать и даже плавать. Другой рассказ называется «Костюм, который не имеет значения». Его главный герой – мальчик, который получает в подарок волшебный костюм. Он удивительным образом подходит для любых приключений и поводов. Эта история учит детей уверенности в себе. Наименее известный детский рассказ Платт – «Кухня миссис вишенки». Интересно, что в 2016 году он был переведен на украинский язык. В нем Сильвия погружает читателей в волшебный мир оживших кухонных предметов. Тед Хьюз также писал книги для детей. Одно из самых известных произведений «Железный человек». Робот появляется из ниоткуда в английской деревушке и защищает людей от космической угрозы. Этот роман стал основой для мультфильма студии Warner Bros. «Стальной гигант». Осенью 1960 года Сильвия получила приглашение от BBC прочитать свои произведения по радио. За три года было выпущено 17 передач с ней. Так, вместе с Тедом, она дала интервью о том, каково это – быть парой поэтов. Ведущий спросил «Ваш брак – союз противоположностей?». Забавно, но Тед ответил, что они очень разные, в то время как Сильвия сказала, что они очень похожи. Плат также добавила «Думаю, что наша семейная жизнь практически ничем не отличается от большинства. Единственное отличие заключается в том, что Тед не уходит на работу в девять и не возвращается в пять. Я работаю, пишу, но живу так же, как и все другие домохозяйки в нашем районе – покупаю посуду, ухаживаю за ребенком и так далее. Думаю, немногие знают, что я занимаюсь чем-то, кроме домашних дел. На самом деле, если за четыре года ты написал 80 стихотворений, это не так уж и много. Ты не пишешь стихи все время. Так что, на самом деле, моя жизнь почти такая же, как у всех остальных». Друзья Теда считали Сильвию жесткой и эгоцентричной. Один из них вспоминает, что Хьюз до определенного времени был доволен отношениями с Сильвией. Его друг воспринимал Хьюза, как добровольного пленника брака. Но однажды Тед рассказал ему, что решил посчитать, сколько раз Сильвия отвлечет его от работы за утро. Он насчитал 104 раза. В 1961 году у Сильвии случился выкидыш. В эти годы Плат отправила 14 очень личных писем своему психиатру из клиники Маклин – Рут Бойчер. В одном из них она написала, что Хьюз избил ее за два дня до выкидыша. Исследователи узнали о письмах только в 2017 году, когда их внезапно выставили на аукционе. Тогда же о них узнала и дочь Плат – Фрида. Писательница Хезер Кларк в своей книге о Сильвии «Красная комета» пишет, как Тед избил беременную жену. Плат была на четвертом месяце беременности. Она ответила на телефонный звонок. На том конце провода была сотрудница BBC. Кажется, женщина удивилась, услышав кого-то, кроме Теда. Плат заподозрила Хьюза в измене. Она начала рвать сочинения мужа, сломала стол из красного дерева, который был семейной реликвией Теда. После этого он несколько раз ударил ее. Однако их дочь считает, что Плат выдумала этот эпизод в отместку отцу, так как письмо, в котором упоминается инцидент, было отправлено через много месяцев после произошедшего. Кроме того, существует письмо, в котором Сильвия пишет, что не знает причин выкидыша. Оно было отправлено как раз в даты случившегося, но другому адресату. Как было на самом деле, мы вряд ли узнаем. Сильвия затрагивала тему потери ребенка в своей поэме для радио «Три женщины». Также к этому событию отсылают некоторые стихотворения сборника Ариэль. Тед Хьюз, уже после гибели Плат, убрал их при подготовки сборника к печати. Сильвия вновь забеременела, и семье стало тесно в их лондонской квартире. Тед хотел переехать в сельскую местность, и они нашли десятикомнатный дом «Корт Грин» с винным погребом и чердаком в деревне на юго-западе Англии. Дом внесен в список национального наследия страны. Чтобы его приобрести, пара потратила свои сбережения, также они одолжили деньги у своих матерей. Это бывший церковный приход, построенный в XI веке, с соломенной крышей, каменным двором и лужайкой. На территории также был огород, яблоневый сад, вишневые деревья, кусты ежевики и малины. Настоящее английское поместье со страниц книг. Рядом с домом располагалось старое церковное кладбище. Тед и Сильвия наверняка хотели скорее опробовать там свою спиритическую доску. Плат и Хьюз интересовались эзотерическими практиками. Спустя полгода знакомства Тед подарил Сильвии карты Таро. Также Плат хотела научиться гадать на стеклянном шаре. В своем стихотворении Хьюз описывает один из спиритических сеансов. Пара часто спрашивала, будут ли они знамениты. Однажды доска ответила Сильвии, «Слава придет. Славы не избежать. И когда она придет, ты заплатишь за это своим счастьем, своим мужем и своей жизнью». После этого Сильвия сразу же встала из-за стола. Исследовательница творчества Сильвии Плат Мэйв О'Брайен описывала их дом Корт Грин в 2013 году так, «Это не сельская идиллия. Дом огромный, холодный, сырой на вид. И, честно говоря, он меня напугал». Но, кажется, первые месяцы на новом месте все же казались Платой идиллии. Сильвия рисовала сердечки, цветочки везде – на полу, раме зеркала, швейной машинки и на мебели дочери Фриды. Сильвия писала матери, что наслаждается новым домом. Угольная печь обогревала первый этаж. Тед построил книжные полки. Сильвия украсила дом цветами из сада и подавала завтраки с ежевикой. Однако в письма к друзьям Сильвия была более откровенна, чем со своей матерью. Им она писала, что деревня довольно уродливая, а настоятель прихода скучный и глупый. Он взглянул на книжные полки Плат и назвал ее «образованной язычницей». И все же вечернее пение в англиканской часовне ее успокаивало. Плат понимала, что для местных жителей она диковинка, но они относились к ней тепло. С момента рождения Фриды она почти ничего не писала. Но теперь, освоившись в деревне, они с Тедом договорились о распорядке дня. Сильвия писала по утрам, а он после обеда. Каждый брал на себя обязанности по дому, пока другой работал. В марте 62-го Плат продала радиопьесу BBC. Тед также постоянно работал там, поэтому часто ездил в Лондон. Его новый сборник стихов «Луперкалии», названный в честь древнеримского праздника, получил положительные отзывы. На литературных вечеринках Сильвия присутствовала исключительно в качестве жены поэта Теда Хьюза. Все еще мало кто знал, что она тоже публиковала стихи под девичьей фамилией. 17 января 62-го года Сильвия родила второго ребенка. Роды вновь прошли дома. Она назвала сына Николас в честь предка Теда, священника Николаса Феррара, жившего в 16-м веке. О нем даже написал тихотворение известный поэт Томас Элиот. Сыну передались карьи глаза Сильвии. По словам Платт, Николас оказался настоящим Хьюзом, мрачным, тихим и улыбчивым. Фриду она описывала как красивую, но шебутную. Хотя ночные кормления истощали ее, рождение детей, как она сказала матери, чудесно, и ей хотелось бы продолжать и продолжать. Между тем, письма Сильвии и Теда в этот период отражали разлад в их отношениях. Тед писал о смерти и о том, что его заманила в ловушку женщина-противник, в то время как письма Сильвии были сосредоточены вокруг одиночества в браке и тоски. Лето 62-го года разделила семейную жизнь Платт и Хьюза на до и после. Зазвонил телефон. Сильвия побежала отвечать, а потом зловеще замолчала. Она побледнела, позвала Теда к телефону. Он, спотыкая, спустился по лестнице, чтобы ответить, а Сильвия бросилась наверх. Она узнала голос на том конце провода, хотя женщина старалась прикинуться мужчиной. После того, как Тед закончил разговор, Сильвия вырвала телефонный шнур из стены. На повышенных тонах они проговорили несколько часов. На следующий день Тед уехал жить к другу в Лондон. Позже Сильвия развела в дворе костер и бросила в него письма и рукописи Теда. О том, кем была эта женщина и почему она отчасти повторила не только жизнь, но и смерть Сильвии. Мы поговорим о следующей станции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова